Тяжелую потерю понес коллектив Национального университета Одесская юридическая академия. Ушла из жизни заслуженный работник культуры и многолетний директор научной библиотеки ЮРАкадемии Мария Николаевна Солодухина. Более 50 лет Мария Николаевна посвятила библиотечному делу. О жизненном пути выдающейся хранительницы традиции в материале моих коллег. На 84-м году жизни перестало биться сердце многолетнего директора научной библиотеки Национального университета Одесская юридическая академия. Прощание с выдающимся ветераном труда, заслуженным работником культуры состоялось в храме всех святых Таировского кладбища. Сегодня коллектив научной библиотеки нашего университета с большой скорбью будет провожать в последний путь нашу дорогую берегиню, нашего учителя, нашего наставника, нашу дорогую Марию Николаевну, которая своим трудом, своим талантом, своей увлеченностью заводила нас каждого в храм библиотечного творчества, учила нас новаторству, учила нас любви к своей профессии. И именно она сумела создать лучшую университетскую библиотеку не только в Одессе, но и во всей Украине, можно даже говорить, и на всем европейском пространстве. С 1961 года жизнь Марии Николаевны была связана с библиотекой. Она стояла у истоков создания библиотеки Одесской юридической академии. За это время библиотечные фонды пополнились в разы, а сама библиотека стала крупнейшей не только в городе, но и по всей Украине. Благодаря Марии Николаевне при библиотеке был создан музей редкой книги, где сегодня находятся уникальные старинные издания. Книги, изданные малым тиражом, различные документы, рукописи. Все эти экспонаты не только хранятся за стеклом, но и доступны для работы научным исследователям. Мария Николаевна была хранителем истории библиотеки, которая началась еще в 20-х годах 20-го столетия. С появлением детского городка, на территории которого ныне находится Национальный университет Одесской юридической академии. Эту историю Мария Николаевна собирала по крупицам, бережно храня все материалы, документы, фотографии, которые переняла от Оксаны Андреевны Касько, заведующей библиотеки детгородка. Это был 98-й год. Академия еще не была такой красивой, как она есть сейчас. Здание было в очень плохом состоянии. Ремонт только начинался. И, конечно, библиотека была тоже не в очень хорошем состоянии. И книги, они плесневели, была очень влажность большая, холод. То есть это те условия, в которых книга гибнет. И Мария Николаевна очень за это переживала. Я с ней проработала много-много лет. И я вам могу сказать, что каждый год моей работы с ней утверждал меня в том, что вот то проявление эмоций, которое было в 98-м году, это было, знаете, не то, что вот как женщина реагирует слезы на какую-то проблемную ситуацию. Нет, это было чертой Марии Николаевны, ее жизненным кредом. Она безумно любила свою работу. Библиотека для Марии Николаевны была не просто место, где хранятся печатные издания. Для нее это был настоящий храм книги. Своим молодым коллегам она передавала не только любовь к работе, но и любовь к людям. Поэтому Марию Солодухину и вспоминают как человека добрейшей души с безграничной человечностью. Именно благодаря Марии Николаевне возник такой, знаете, профессиональный патриотизм, любовь к своей работе. Потому что библиотечное творчество, оно очень особое. Мария Николаевна любила говорить, что если ученый изучает какой-то один вопрос, узкий, да, свою какую-то проблематику, то библиотекарь должен уметь понимать и разбираться во многих. И этому, понятно, нужно было учиться. Это основывается на глубоких знаниях, на постоянном поиске какой-то информации, умения с ней работать и желания помогать. Потому что это очень важный такой момент, которому Мария Николаевна учила каждого, кто приходил в ее коллектив. За многолетний труд на Ниве Просвещения Мария Николаевна была отмечена множеством грамот, наград, званий, среди которых отличник образования, ветеран труда, заслуженный работник культуры, кавалер ордена княгини Ольги Третьей степени. Дело Марии Солодухиной продолжат потомки. Все ее ученики развивают библиотечные фонды, которые являются одними из лучших в стране. Память о ней навсегда останется в их сердцах. И стенах Национального университета Одесская юридическая академия. Продолжение следует...